Мы пригласили жителей Московской 31 для того, чтобы показать, что происходит в памятнике архитектуры. Вот наглядно, пожалуйста, мы просим вас показать. 29 числа у нас произошло обрушение дома. Мы составили акты, были присутствовали администрация, фонд капитального строительства, засвидетельствовали о том, что обрушение произошло. Но пока действий никаких нет. Дальше все при зиме, при осадках, вы сами видите, что все замело. Конечно, это будет продолжение и закончится тем, что дом просто разрушится. Мы обращаемся ко всем властям, к правительству, к прокуратуре, ко всем, кто может нам помочь, Потому что собственники жилья, пенсионеры, которые не в состоянии вот эту махину осилить, понимаете, они попали в такую ситуацию, остались один на один с такой аварией. Капитальный ремонт у нас начался, нам перекрыли крышу, 16-17 год это вот было. Но на этом остановились. Но при перекрытии крыши, это естественный процесс, старое сооружение. Кирпичная кладка где-то постепенно начала осыпаться и обрушаться. И мы ждали, что дальше будет продолжение, что эти дыры все закроются, капитальный ремонт продолжится. Но его не было. И, как я понимаю, сейчас его тоже не будет. Поэтому просим о помощи. Мы взываем весь наш дом, потому что наш дом находится в упадническом состоянии. Управляющая компания, когда принимает дом, она тоже понимает, что она принимает. У нас управляющая компания новая, ДУК. Это жители все. Вот это жители с первого этажа, это жители вот с этого дома. Я представляю интересы нашего дома. Помогите нам, обратите на нас внимание. Но мы уже рушимся, мы завтра рухнем, и все это свалится на проходящей части, нам на голову. Мало того, что значит мы рухнем, мы еще капитальный ремонт оплачиваем. Несмотря на то, что это же все-таки памятник, вот это вот все, видите, вот это вот у нас отопительный узел. Вот смотрите, отоп-узел. Если бы мы сами кирпичи не подложили, нам никто это не сделал. Мы обращаемся к правительству нашего города. Помогите! Ну это действительно объект регионального значения. Обслуживание и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов у нас занимается фонд капитального ремонта. Значит, сейчас у них в полномочиях есть возможность проводить и организовать проведение ремонта на объекты культурного наследия. Мы, в свою очередь, совместно с фондом и с депутатами областной думы проговаривали этот вопрос. И управление на себя в рамках государственного задания берет решение вопроса о разработке и утверждении предмета охраны и проведении историко-культурной экспертизы. Поэтому даже вот без этих событий у нас было запланировано в 2021 году проведение таких мероприятий по определению предмета охраны, чтобы фонд капитального ремонта мог осуществлять работы по данному объекту, ну и по любому объекту, являющемуся объектом культурного наследия. То, что касается непосредственно Московской 31, в 2016 году в рамках тоже капитального ремонта там делалась крыша. КВС-строй получал разрешение на проведение этих работ. Здесь, я полагаю, фонду просто нужно посмотреть, если гарантийное обязательство и качество этих работ принималось или не принималось фондом, и возможно их исправление именно с подрядчиком, потому что, возможно, некачественно были выполнены работы. Соответственно, если там все в порядке по прошлым работам, то, соответственно, гражданам, скорее всего, нужно обратиться по процедуре капитального ремонта для ускорения проведения этих работ и включения их в первоочередные работы, для того, чтобы фондом было организовано проведение вот этих работ. Соответственно, пока на объектах культурного наследия капитальный ремонт осуществляется за счет тех средств, которые есть в фонде капитального ремонта. Да, их, безусловно, может не хватать на серьезные какие-то работы. Но то, что касается Московской 31, вот тот объем, который я видел, здесь просто нужно будет посмотреть. Он, возможно, небольшой объем именно ликвидации той ситуации, где выпал карниз. А вообще работы по реставрации объекта, они не входят в полномочия фонда капремонта. То есть фонд капремонт делает капитальный ремонт. Соответственно, если мы будем говорить о реставрации, то это совершенно другие суммы, это совершенно другие возможности. И у людей, конечно же, таких возможностей, я думаю, что не провести чистую реставрацию объекта культурного наследия.